Не пора ли заняться делом? Тебе от 14 до 30? Подай заявку на курс Дело Молодое. Стань предпринимателем. Научим, покажем, поддержим. Участие бесплатное. Это федеральный проект. Прикинь? Регистрация. Деломолодое43.рф. Подробности 73-77-07. Берем курс на старт твоего бизнеса. Снова в школу, снова в маске. В понедельник ученики и студенты колледжей возвращаются на учебу после общих каникул. Информацию сегодня подтвердили в правительстве области. После двухнедельных внеплановых каникул детей решили вернуть в учебные классы. Хотя ситуация с коронавирусом, из-за которой школьников и отправили по домам, лучше не стала. Всеобщие каникулы для школьников заканчиваются 2 ноября. Длились они две недели с 19 октября по 1 ноября. Форма обучения остается прежней, очная, но с обязательным соблюдением всех противокоронавирусных мер. В это время студенты одного из кировских вузов, наоборот, просятся на домашнее обучение. Их на внеплановые каникулы не отправляли. Видимо, посчитав это несправедливым, учащиеся в Авиадгу создали петицию для полного перехода на дистанционное обучение. Ее они адресовали ректору университета, мэру города и руководству Роспотребнадзора. Подписывают петицию пока не очень активно. Отметились под ней 189 человек в университете. Сказали, что о петиции знают, но реагировать на нее не собираются. Ситуация с коронавирусом в УЗИ якобы не такая критичная. Со 2 ноября начнут работу в прежнем режиме и учреждения дополнительного образования, как сказали в министерстве. В школах будут мониторить заболеваемость школьников и учителей. И в случае необходимости Оперштаб будет принимать решение.